Тем не менее, крыша совсем другая история. Надо же, обычно это место ни для чего не используется, да? Абсолютно точно. Это довольно круто, Хаммонд. Минутку. Что? Это очень впечатляет. О, да. Будем это предвкушать. Да, смотрите, но не прикасайтесь ни к чему руками. Предположим, что ты сможешь сидеть в этом раскаленном кресле. Да. Под пылающим солнцем. Да, да. Как это работает? Где педали газа и тормоза? Газ. Тормоз. Ясно. А это коробка передач. Так это реальная яхта. Да. Внимание, джентльмены, вот как я это вижу. Почти никто не захочет отправиться в отпуск на 11-метровой кибитке. Но любой отгрыз бы вам руку за шанс поехать в отпуск на 11-метровом трактире. Ты прав, они не так уж и отличаются, верно? Просто одна плавает по воде, а другую ездит по земле. Хаммонд. Да. Где твой? Вон там. За грузовиком? Это и есть грузовик, это он. Это не дом на колесах. Это дом на колесах, смотрите, он большой, я могу в нем спать, а сзади мотоцикл, это рекреационное транспортное средство. Мэй, мы должны это увидеть. Он большой, ему нужно двигаться, так что грузовик – очевидный ответ. И что это за грузовик? Не знаю, грузовик. Такие использовала фирма по перевозкам Ю-Холл. На нем остался логотип предыдущего владельца. Неважно. Заходите и не снимайте обувь, не то занозите себе ноги. Вот жилой отсек. Какой еще жилой отсек? Вот кровать. Телескоп на случай, если вечером станет скучно. И кресло-качалка для гостей, еще мотоцикл сзади. Так, погоди минутку. Выхлопные трубы? Да. Двигатель? В8. Чей? Теперь он мой, я купил грузовик. Ты вообще не приложил усилий? Нет, приложил, просто упростил задачу. Я не потратил времени и силы на сложные и ненужные мне вещи. Это честно. Когда ты придешь в мой дом и скажешь, пожалуйста, Джереми, можно мне в туалет, я откажу тебе, потому что ты обвинил меня в потере времени. А если ты захочешь прийти в мой паб и выпить твоего джина, я скажу, нет, это просто потеря времени, Хаммонд. Я не знал, что мы открываем что-то вроде биржи ресурсов, необходимых бродячему отпускнику. Хаммонд. Да? Твой грузовик, я не буду называть его домом на колесах. Потому что это не дом на колесах. Просто жалок. Святая истина. На этой ноте мы пустились в путь, чтобы посмотреть, как наши дома на колесах и грузовик Хаммонда поведут себя в дороге. Посмотрим, что у нас тут на щитке. Левая панель, не знаю, для чего все это. Центральная панель, четыре аварийных сигнала, и тоже не знаю, для чего они. Тут были написаны указания от руки, но чернила стерлись. Все, что на правой панели, радио, магнитофон и прочее, все сломано. А вот этот переключатель... Ничего. Но кондиционер работает, а это главное, потому что на улице плюс 38. Здравствуйте, зрители. Поехали со мной в моем пабе. И учитывая, что большую часть времени в моей жизни я провожу за рулем и в пабе, это идеальная среда, не так ли? Давай, повышай передачу, скотина. Спасибо. Красивый вид. Лучше, чем вид из моего паба на родине. Там открывается вид на стену и пару мусорных баков. Здравствуй, Америка. Я приехал тебя исследовать. Не буду слишком газовать при подъеме на холм, потому что заметил, что двигатель сильно нагрелся. Да, еду со скоростью 24 км в час, но я же не на гонках. Я снизу скорость до 21. Более чем достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...